Предмет этой речи Это недавно раскрытая тема И он может не существовать вовсе Возможно, я говорю о чем-то, чего не существует А потому я свободен говорить все, что угодно, либо ничего Писатели-фантасты помогают нам заглянуть в будущее И порой оно пугает, а порой заставляет замереть в восхищении Будущее, каким его увидел Филипп Киндред Дик Книги и экранизации Выдающийся фантаст Филипп Дик родился в Чикаго в 1928 году Первые рассказы опубликовал еще юношей в школьной газете Обучение в университете было недолгим Затворника Дика тяготила необходимость находиться среди большого количества людей Он разочаровался в системе высшего образования И не желал проходить курсы военной подготовки Антивоенная философия привела будущего писателя в музыкальный магазин Где он работал, наслаждаясь любимой музыкой Бахом, Вагнером, Битлз и Грэдфул Дэд 50-е принесли ему определенный успех Он много печатается, пускай пока в дешевых изданиях и за небольшой гонорар Дик разрабатывает собственный уникальный стиль Отличающий его от других фантастов и собственный метод Он несколько месяцев обдумывает сюжет и пишет роман за несколько недель В 1962 году роман «Человек в высоком замке» приносит Дику престижную премию Хьюга Примерно в то же время усугубляется его паранойя Писатель употребляет огромное количество антидепрессантов Не гнушается амфетаминами Он был женат пять раз И каждый развод тяжело сказывался на психическом состоянии Филиппа Кроме того, ему кажется, что из-за оппозиционных настроений Его преследует полиция и ФБР В начале 70-х он практически перестает писать и оказывается в психиатрической клинике Переезд в Канаду благотворно влияет на писателя Он избавляется от наркозависимости и вновь много пишет Однако сказывается последствия бурной молодости Филиппу всюду мерещится заговор Он заваливает спецслужбы и даже президента Никсона письмами Требует, например, проверить, не является ли его коллега, фантаст Станислав Лем, тайным коммунистом Прошлая неприязнь к власти трансформируется в страх перед внешним врагом В 1982 году, измученный депрессиями, маниями и комплексами, 53-летний Дик умирает Его называют главным визионером фантастики Его проза, незамутненная и причудливая Вдохновляет читателей и коллег Влияние Дика невозможно переоценить Наследие писателя составляют полсотни романов и семь авторских сборников В 2005 году он был посмертно введен в зал славы Чтобы поговорить поверхностно обо всех экранизациях Дика, не хватит и часа Существует 13 полнометражных фильмов, десяток короткометражек и 3 сериала От эпизодов в сериале 1962 года «Вне этого мира» до «Человека в высоком замке» и совсем свежих электрических снов Кто-то выберет сложный, перегруженный символизмом утренний патруль Кто-то эксцентричную комедию «Исповедь чокнутого» Кто-то добротную фантастику «Крикуны» Есть неплохая политическая сатира «Свободное радио Альбимута» Динамичный пророк с Николасом Кейджем и Джулианой Мур Милодраматичный экшен «Меняющая реальность» С Мэттом Дэймоном и Эмили Бланк Я взял на себя смелость отобрать 5 самых эффектных и значимых адаптаций Дика Давайте заглянем в будущее Особое мнение – экранизация одноименной книги у руля сам Стивен Спилберг Перед съемками режиссер консультировался с командой футурологов, архитекторов, дизайнеров, изобретателей Чтобы будущее, а именно 2054 год, было спрогнозировано максимально достоверно По первоначальной задумке главную роль должен был исполнить Шварценеггер Но его сменил Том Круз Кроме него здесь сыграли Макс фон Сюдов и Колин Фаррелл Написанный в 1956 году, ну то есть в разгар холодной войны Роман, перенесенный на пленку, ничуть не утратил свои актуальности А детективный сюжет «Привкус Нуара» делают особое мнение не только красивым, но и увлекательным зрелищем Фильм номинировался на Оскар за лучший звук, а в 2015-м получил сериальное продолжение В 2003-м году к прозе Дика обратился мастер экшена из Китая, гонконгский эмигрант Джон Ву Час расплаты поставлен по оригинальному рассказу «Полный расчет» Главные роли сыграли Бен Аффлек и Ума Турман Критики ополчились на фильм Сайт Rotten Tomatoes «Гнилые томаты» выдал ему печальную оценку в 27% На деле фильм вовсе неплох, пусть и уступает Спилберговскому в плане внешнего лоска Умный триллер плюс максимум погони взрывов Идеальный выбор для киновечера у мониторов И совсем другая история «Помутнение» 2006 года Одноименный роман хотел ставить в 90-х Терри Гиллиан Но воплотил замысел талантливый Ричард Линкрейтер Сюжет о наркотиках, об их вреде передан максимально оригинально Впечатляет уже сама картинка Фильм анимационно-игровой и снят с использованием ротоскопирования То есть отснятый материал потом анимировали и раскрашивали вручную Возможно, это максимально точная экранизация, если не истории Дика, то духа его визионерской прозы Плюс звездный состав Киана Ривз, Роберт Дауни-младший, Войнона Райдер, Вуди Харрельсон В 1992 году я покидал кинотеатр «Олимп», подпрыгивая от радости и имитируя смерть от нехватки кислорода «Только что я видел девушку с тремя молочными железами», «Женщину, превращающуюся в Арнольда Шварценеггера» «И многое другое» Вспомнить все, вольная экранизация рассказа «Ради вас мы можем все» Прочтите его и сравните с кинорезультатом В роли худенького рабочего Куэйла «Могучий Арни» Его герои противостоит Шерон Стоун и Майклу Айронсайду Голые факты Съемки фильма планировали с 1976 года, подготовка длилась 10 лет Дэвид Кроненберг написал 12 вариантов сценария и пришлось убирать из готовой версии ряд жестоких сцен, чтобы вместо рейтинга X получить щадящий рейтинг R Результат впечатляет вот уже 27 лет Вспомнить все получил Оскар за особое достижение и зрительскую любовь В 1999 вышел сериал по мотивам фильма, а в 2012 ремейк с Колином Фарреллом Симпатичный, но не переплюнувший оригинал Уже второе обращение кинематографистов к творчеству писателя породило шедевр научной фантастики киберпанка Речь, конечно, о «Бегущем по лезвию» легендарной ленте Ридли Скотта Экранизация рассказа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Декард против репликантов Впечатляющие эффекты Многоуровневый сюжет Выверенная игра актеров Изумительная операторская работа Джордана Кроненуэта Потрясающая атмосфера Мрачного мегаполиса будущего Плюсов не счесть Главные роли исполнили Харрисон Форд и Рутгер Хауэр Социальный комментарий Философский эпос Боевик, нуар, фантастика Блэйд Раннер Является лучшей экранизацией Дика Достойной отдельного выпуска В 2017 вышел ремейк от режиссера Дэнни Вильнёва С Райаном Гослингом, Джаредом Лето Снова Харрисоном Фордом Роскошный визуально, медитативный ремейк Зачаровывает пейзажами, музыкой, отдельными находками Практически каждый кадр Хочется распечатать и вставить в рамку Но при всех заслугах Ему не достает глубины первой ленты Если фильм Скотта Это жемчужина кинематографа вообще То версия 2017 Просто очень хороший фантастический фильм Смотрите в будущее Смотрите хорошее кино И мечтайте об электро-овцах Если мы все правильно сделаем 2054 год будет не таким, как в прозе Дика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин